Галина Петровна Вологдина уже несколько месяцев буквально живет на чемоданах. Ее жилище больше похоже на склад, нежели на уютное гнездышко. Но это для хозяйки скорее радость, чем проблема. Совсем скоро Ангарчанка переедет в новую квартиру. Старая пустеет вместе со всем домом. Кстати, с выбором жилья семья Галины Петровны уже определилась. В центральной части Ангарска выбрали трехкомнатную крупногабаритную квартиру. Мы подготовились, вот уже потихоньку складируем, складируем. Это еще часть только. Вы сами видите. Еще предстоит ее сколько собирать. Все надеялись. Нам как еще в июне месяце в конце сказали. Все, выбирайте жилье и можете готовиться к переезду. Ну вот мы и с июня начинаем уже собирать. Договор с агентством недвижимости и продавцом заключили уже месяц назад. Ждали выплаты из регионального бюджета. Как пояснили в окружном комитете по управлению муниципальным имуществом. Деньги поступили и на счета собственников. Их переведут со дня на день. На сегодняшний день субсидия в полном объеме поступила в бюджет Ангарского городского округа. Это произошло вчера, 20 августа. И в ближайшие дни ожидается уже перечисление денежных средств в адрес собственников жилых помещений. Соответственно, на следующей неделе полагаем, что до собственников уже будут доходить денежные средства и у них будет возможность приобретать уже жилое помещение иное, в которое они будут переезжать. Ожидаем, что к 1 сентября первая семья сможет уже фактически переехать в новое место жительства. Стоимость квадратного метра жилья независимой оценкой по запросу Министерства строительства при Ангаре определена сумма в 46,5 тысяч рублей. В среднем семья из первой хрущевки 335 серии получит компенсацию от 1 миллиона 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Местное время.